Война 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 КОНЕЦ В 1945 году получив условное обозначение П-301, что обозначало победа. В 1947 году поезд был переименован в честь своего главного конструктора Льва Лебедянского. Керчане всех возрастов с восторгом глядели на стального гиганта, выстраиваясь в длинные очереди, чтобы заглянуть в кабину машиниста или подняться в вагон-теплушку. Самые юные гости праздника вмиг окружили платформы с макетами военных пушек, поображая себя бравыми советскими артиллеристами. Как вам сегодняшний праздник? Что посмотрели и что больше всего понравилось? Замечательно, отличный праздник. Просто вот и автомобили посмотрели, и паровоз, и в музей зашли посмотрели. Все очень нравится. Эта история, ее нужно помнить и очень приятно, что такое делается. Побывали на полевой кухне, посмотрели все то, что привезли сюда, всю военную технику. Очень интересно, дети в восторге. Так же, как и папы в восторге, потому что редко это бывает. Возможность вообще такая. Дома еще далеко до ближайших таких патриотических праздников, поэтому наслаждаемся пока что здесь. В день 73-й годовщины освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков на территории железнодорожного вокзала собрались сотни керчан, которые чтят и помнят подвиги героев в павших боях за Керчь. Хранят истории о героическом прошлом родного города и передают их из поколения в поколение. Что вы знаете об исторических фактах освобождения Керчи? Ну, знаю, что штурмовали ее два раза, пытались освободить. Много людей очень погибло при штурме. Что сегодня для вас значит этот праздник? Ну, очень много. Вот мы Георгиевскую ленточку ребенку приучаем, прежде всего, чтобы помнить, потому что дедушки, бабушки наши воевали, жизнь положили многие. Ну, надо помнить, это самое главное. Что для вас сегодня означает день освобождения Керчи? Ну, наверное, свободу, да? Свободу, гордость за наших предков, гордость за то, что мы можем проживать в наше время, в нашем потрясающем Крыму, в Керчи. Алена Свистельникова, Николай Пырх. Специально для Керченек ТВ.